Добрый день всем присутствующим, кто откликнулся на наше приглашение и кто пришел на нашу пресс-конференцию, которая была инициирована общественной организацией «Неведородность покарания». Мы пригласили всех желающих, пригласили тех небезразличных к судьбе нашего государства и нашего города, граждан Украины. К нам приехал один из сотников и координаторов самобороны Майдана по Донецкой области на сегодняшний день, это Олег Катерин. У нас присутствует на сегодняшний день прошли 1-го Олег, это Новый Слоярск, представители общественной организации, Столико Лартов, общественная организация «Единая Украина», «Скид» и «Захист» разом, Леонтьев, беспрекая контроль, Пани Враченко, Кондент по борьбе с терроризмом и коррупцией, Сухонос, депутат Славянского горсовета, Зонтов Олег, депутат Славянского горсовета и, естественно, наши СМИ, которые на сегодняшний день к нам пришли. Я им очень благодарен, что они тоже остались не в стороне. Тема, в принципе, которая на сегодняшний день, с каждым днем у нас идет все больше и больше информации, разношерстной информации. Есть люди разного толка, с разным пониманием. Есть у нас люди, те, которые мутят воду не только в городе, но и в государстве. Одни призывают идти на Запад, другие призывают идти на Восток, третьи призывают брать приступом, штурмом и так далее. Это все дестабилизирует ситуацию не только в государстве, но и в нашем городе. Люди перепуганы, люди не знают, как себя правильно вести и как ориентироваться на все эти действия. Независимо от того, у кого какие пожелания, независимо от того, у кого что бы ни надболело на сегодняшний день, обострение ситуации чревато очень серьезными последствиями, чтобы все понимали эту ситуацию. Поэтому, мое личное мнение, как представитель общественной организации в городе Славянске, нам нужно думать на сегодняшний день, как сохранить нашу государственность, как сохранить наше общество, как сохранить наших детей и наших близких. Те политические игры, которые ведутся на верхах, очень многим непонятны. Очень многие не могут дать этому полную оценку. Они получают урывками информацию. Они не получают полную информацию, которая доступна тем политикам, которые занимаются действительно большой политикой в этом мире и занимаются, будем говорить, политической игрой. Но страдаем в конечном счете мы, граждане Украины и простые люди. Те, которые действительно стоят за станками, те, которые действительно хотят жить нормально, зарабатывать и получать нормальную зарплату, воспитывать своих детей и внуков. Поэтому я бы просил всех, кто небезразличен в судьбе своих близких, родственников и в судьбе Украины, как целое само государство, еще раз повторяю. Предложения тут были разные, от разных политиков. Коммунисты предлагали и проводят по сей день митинги. Мы с Россией провожаем, встречают поезда российские, машут, передают Путину письма о том, что мы хотим присоединиться к России. Забейте нас отсюда. Третья предлагает создать юго-восточную республику, которая будет отделена от Украины. Есть еще одно предложение, которое предлагают, это «Русская весна» и с поддержкой российского правительства о том, чтобы те граждане Украины, которые хотят переселиться в Россию, ехать на Дальний Восток. Есть программа развития Дальнего Востока, в Сибирь. Кому нравится поезд «Чемодан Сибирь», пожалуйста, никто никого не держит. Но пока мы живем в едином государстве, у нас должно быть единое мнение, единое понимание государственности и не смотреть в чужой огород, не заглядывать. У кого хорошо, у кого лучше. Почему живут на Западе лучше? Потому что все наши олигархи-миллиардеры хранят наши же деньги, украденные у нас там. И они же живут там же. У них дома, дачи, все остальные там. Почему мы за это время ни разу не видели нашего депутата Верховного Рада Азарова здесь, который кричал, что здесь будет процветание и лад? Почему не видим мы других политиков, которые должны быть здесь с нами вместе? И все рассказывают о своем. Очень много вопросов, очень мало ответов на эти все вопросы. И каждому гражданину приходится додумывать и домысливать все эти вопросы. Поэтому я и собрал всех. Собрал всех для того, чтобы те, которые пришли в общественные организации, чтобы мы на сегодняшний день определились и поняли для себя, что нам дальше делать и так далее. И так далее.